Я всех приветствую. Сейчас мы тут некоторые моменты еще решаем. Технически подгружается презентация. Пока давайте повторим то, что у нас было на прошлой лекции. Мы с вами говорили, что проект продагенетики это проект, который является хорошим маркетинговым инструментом. Связанным с работой с продукцией ТРАДО. Настолько акцентирует внимание людей на базовых фундаментальных моментах, связанных с работой его организма, конкретного человека, его долголетия. И обсудили, что каждый ген этой программы, который подобран, он тестирует тот или иной метаболический цикл или обмен веществ. И соответственно анализ некоторых нарушений и рисков возникновения этих нарушений, которые преследует программа ТРАДОГЕНЕТИК, позволяет как раз убедительно человеку объяснить, что есть необходимость делать профилактику. Мы поговорили с вами о том, что не все люди эффективно усваивают белок злаковых, в частности глютен. Мы поговорили о том, что молочные продукты за счет некоторых компонентов, в частности лактозы, также могут не восприниматься достаточно большим контингентом людей. Например, данным это 70%. Мы поговорили о том, что есть сложности с учетом современного питания, связанное с поступлением кальция. Начали говорить о вопросах избытка массы тела и на этом сделали паузу. Давайте сегодня мы продолжим. Сейчас я стараюсь долистаться до тех слайдов, на которых мы остановились. Сегодня наша лекция, она будет разделена на две части. Первая часть я расскажу вам также о проекте ТРАДОГЕНЕТИК и затем мы поговорим с вами о маркетинговой составляющей и Роман Светенко подробно вам на эти вопросы ответит. Итак, чтобы трафик не съедать и не отвлекать внимание от презентации, я отключу свою камеру, вы будете слушать только мой голос. Еще один вопрос, который можно задать человеку с точки зрения анализа того, насколько процесс старения в организме протекает с той или иной скоростью, быстро или медленно. Это базовый момент энергии из углеводов и это все привязывается к усвоению сахара. Так, чтобы было понятно. Мы подобрали некоторые гены, которые тестируют углеводный обмен и на основании этого тестирования мы делаем определенные выводы. Почему это? Потому что современная статистика употребления объема сахара, она разная, зависит от культуры, от особенностей. И вот перед вами картинка, которая показывает как раз структуру употребления с одной стороны по вертикальной линии сахара, а с другой стороны жиров. И посмотрите, как бы лидером, которые, где согласно рекомендациям ВОЗ, вот эти вот линии, это рекомендации ВОЗ по сахару и по жирам потребления в сутки количества этих продуктов, являются Соединенные Штаты, которые и запредельно много употребляют сахара и находятся на границе употребления жиров. Животные жиры, естественно, очень много потребляются в Европе, особенно в странах таких, как Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, где, в принципе, большое потребление животных жиров и мясопродуктов. Давайте посмотрим, где находится Россия. Вот она. И мы видим, что у нас тоже несбалансированное среднестатистическое питание по употреблению животных жиров. Мы превышаем те границы, рекомендованные ВОЗ, которые являются как бы профилактическими с точки зрения многих рисков развития проблем, связанных с метаболическим синдромом, с избытком массы тела в целом, связанным с накоплением и отложением холестерина. Вот что касается сахара, обратите внимание, ниже границы, то есть не так много мы в России едим сладкого. Дело в том, что Россия занимает пятое место по статистике, мировой статистике Всемирной Организации Здравоохранения по развитию диабета, в первую очередь второго типа. То есть, несмотря на то, что мы едим мало сахара, мы много едим животных жиров, сахарный диабет у нас по статистике развивается значительно чаще, чем в других странах. Ну, здесь рядом, конечно, не стоит, вы видите, Китай, Индия, здесь с сахарным диабетом вообще большая проблема. И в первую очередь, в том числе, за счет того, что употребляется много сахаров. Но почему в России едим мало сахара, а в то же время проблемы существуют? Эта проблема, в том числе, увязана к некоторым и особенностям генетики нашего этноса, к особенностям обмена веществ нашего этноса. И здесь, конечно, не только все упирается в неправильное питание. Если мы говорим о сахарном диабете, то сахарный диабет второго типа, как вы понимаете, это сахарный диабет, который возникает в результате того, что в организме возникает состояние, называемое инсулинорезистентностью. То есть, когда инсулина достаточное количество, но ткани, которые должны под действием инсулина, инсулин приказывает тканям, клеткам наших органов усваивать глюкозу, становится нечувствительной к нему. Это состояние называют инсулинорезистентностью. И, с другой стороны, бывает относительная инсулиновая недостаточность, как еще одна причина развития сахарного диабета, когда в целом инсулина на килограмм массы тела, и чем больше количество килограммов в теле, тем вот эта относительная недостаточность, она все больше и больше возникает. Поэтому ассоциация массы тела с развитием сахарного диабета, она прямая, хотя механизмов развития сахарного диабета при избытке массы тела много и других. В частности, нарушение самого жирового обмена само по себе запускает проблемы, связанные с сахарным диабетом. Поэтому считается, что после 40 лет эта проблема становится очень актуальной, требующей внимания, и в первую очередь потому, что такие социально значимые заболевания, как сердечно-сосудистые, являются главным фактором риска появления сахарного диабета второго типа у человека. Потому что в конечном итоге в большинстве случаев причиной смерти людей от сахарного диабета второго типа является именно сердечно-сосудистые заболевания. На сегодняшний момент в среде экспертов даже бытует определенное мнение, что сахарный диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания – это звенья, патогенеза одного и того же какого-то большого макрозаболевания, которое развивается по стадии у человека, вовлекая вот те или иные органы мишени. Поэтому, когда существует повышенный сахар, но человек не ставит инсулин, не употребляет, не формирует правильный образ жизни и диету, то риски развития различных осложнений, связанных в том числе и с лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, на порядок выше, вы видите это на этом слайде. Что касается выбора гена, то мы остановили свой экспертный взгляд на гене, который связан с особенностью функционирования бета-клеток поджелудочной железы, астров Кохландерганс, который является, собственно говоря, инсулин-продуцентами. И если в этом гене возникает определенное мнение в его структуре, то по всем международным трейлам во многих этнических группах показана очень четкая ассоциация с значительно более высоким риском развития и предрасположенности к сахарному диабету второго типа и многим сердечно-сосудистым заболеваниям, которые являются следствием этого состояния. И еще один ген, этот ген в большей степени связан с симпатоадреналовой системой и с механизмами стресс-индуцированного развития, нарушения углеводного обмена. Это тоже важный патогенез, важный путь, по которому все это может происходить. Мы это оцениваем. Показываю вам эти гены, чтобы понять, из чего состоит в целом программа долголетия, потому что, вы помните, на прошлой лекции мы говорили, что выбрали 12 генов, и вот эти два гена, это гены-кандидаты как раз в анализ состояния, которое вы обозначаете перед человеком, а полезен ли вам сахар, а как ваш организм усваивает сахар. То есть вы задаете вот эти простые вопросы человеку. Давай посмотрим, справляется ли твой организм с легкими углеводами, насколько нагрузка сладким может нести некоторые риски. То есть такие простые вопросы. Вы не говорите о сахарном диабете, вы подразумеваете, что, конечно, это где-то может стоять рядом, но давай посмотрим, как твой организм в целом способен справиться с этими рисками. Если эти риски есть, то, конечно же, встает вопрос, связанный с профилактикой избыточного износа нашего физического тела из-за состояния, которое называется гипергликемия. Гипер-это много. Гликемия, речь идет как раз о избытке гликозы, глюкозы, эмия в крови. То есть термин гипергликемия переводится как повышенная концентрация глюкозы в крови. Дело в том, что глюкоза является осматически очень активной органической молекулой и приводит к значительным сложным биохимическим изменениям, модификациям как стенки сосуда, так и всех мембран, с которыми она соприкасается. Речь идет о любой клеточной мембране и о других каких-то макромолекулярных комплексах. В результате чего происходит избыточное гликозилирование и вот эта как бы сетка из глюкозы, которая обволакивает все мембраны, является большим препятствием к тому, чтобы организм нормально существовал. Что касается продукции ТРАДА, есть замечательные препараты, которые в случае, если возникают риски, вы их определяете с помощью программы долголетия, более мотивированно можете объяснить человеку, что необходимо предпринимать действие уже сейчас и не ждать, когда уже сахар повысится, потому что тогда с этим состоянием может справиться сложнее, безусловно, если у человека получше сахар, с ним тоже надо заниматься, но вопрос профилактики, разумной профилактики. И препаратом выбора в данном случае является, конечно же, глюгард, блестящий препарат, состоящий также из некоторых канонических компонентов, которые используются в различных сложных композитных аюрведических формулах. И здесь каждый лекарственный растение, если его отдельно рассматривать, фактически обладает выраженным влиянием на углеводные адмиты и выраженным сахароснижающим свойствам. Мы будем, безусловно, в расширенных наших лекциях, ближайшие из которых, пометьте себе, пожалуйста, 21 число, предварительно согласованная именно эта дата расширенного вебинара, читать вам уже в течение 1-2 часов конкретную проблему, а вот не так в скрине, как я сейчас делаю, чтобы сформировать только представление. И, конечно, здесь будем в том числе подробно останавливаться на разборе компонентного состава юридических препаратов ТРАДО, с тем, чтобы вы могли понимать, а за счет чего такой эффект действия происходит. Еще один важный вопрос, который мы анализируем в рамках программы «Долголетие ТРАДО Генетик», это насколько правильно, вот я повторяю в кавычках, правильно наш организм способен усваивать соль и задерживается ли соль в нашем организме, есть ли риски того, что соль может задерживаться в нашем организме. И потому что, ну, не секрет, что люди любят покушать солененькое, да, любят подсолить пищу, есть люди, конечно, которые отказываются и понимают, что соль – это белая смерть, но в массе своей все-таки люди даже не задумываются об этом. Так вот, вы предлагаете ему задуматься об этом, потому что соль – это не только кристаллоид, который, например, каким-то образом в связи с другими и модифицируясь с другими химическими хомолами, может вкладываться в тканях и приводить к заболеваниям суставов и так далее, но самая важная опасность, которая внесется с собой задержка соли в организме, она связана с тем, что, будучи самым высокоосматическим как бы химическим соединением нашего организма, соль фактически дирижирует и управляет водным обменом. Если соль начинает задерживаться в нашем организме, то естественным образом организм начинает задерживать воду, управляет всем этим вот разнообразием механизмов сложная система регуляции, которую специалисты называют ренин, ангиотензин, альдестероновая система. Это система, состоящая из биологически активных веществ, гормонов, ферментов, которая фактически заставляет органы, которые связаны с водно-солевым обменом, открывать либо закрывать кранчик для воды из организма. Но так или иначе, управление этой системой идет через воздействие на величину натрия-уреза. Натрия-уреза – это выведение почками натрия. Как раз одним из самых главных минералокортикоидов, то есть гормонов, уделяемых корой надпочечников, влияющих на минеральный или водно-солевой обмен, как мы его называем, является гормон альдостерон, который воздействует на эпители почечного канальца и фактически приказывает почкам задерживать либо выделять натрий в зависимости от ситуации. Таким образом действует эта система. И дело в том, что когда натрий начинает накапливаться в организме, эта система начинает работать избыточно реактивно, и следствием работы этой системы является не просто накопление воды в организме, а чтобы было понятно человеку, следствием этого является то, что у человека постепенно, с годами, не сразу, но медленно-медленно начинает повышаться величина артериального давления. И человек в конечном итоге приходит к развитию гипертонической болезни. Вы знаете, что препаратами первой линии при лечении гипертонической болезни являются диуретики. Очень часто назначают фитодиуретики, очень часто назначают химические диуретики, которые влияют на выведение на механизмы реабсорбции воды в почечных канальцах. Таким образом препятствуют реабсорбции и выводят избыток воды. Это все показывает, что механизмы долгосрочной регуляции величины артериального давления, они нарушаются. Нарушаются постепенно в течение жизни, потому что человек либо избыточно потребляет поваренную соль, либо имеет генетическую уязвимость. И в этом случае даже нормальное для других людей количество употребления поваренной соли, для этого человека может нести определенные моменты уязвимости. Поэтому, когда вы говорите человеку, а как твой организм употребляет соль, вы фактически задаете вопрос, а есть ли риски развития артериальной гипертонии, потому что за ней могут стоять очень сложные осложнения, такие как инфаркт, инсульт, гипертонические кризы и все остальные эти моменты. Но возвращаемся к программе тратогенетики. Что вы предлагаете? Мы как раз смотрим ген СИП-11b2, который связан с образованием альдостерон-синтазы, то есть фермента, который непосредственно образует гормон альдостерона, влияющий на водно-солевой обмен. Если в нем есть определенные пальморфизмы, то это приводит к тому, что количество альдостерона у человека слегка повышено. Если он начинает есть больше соли, досаливает, вот ему солененькая охота, альдостерон просто выполняет свою функцию, так как он и должен выполнять, он начинает приказывать кочкам эту соль задерживать. В результате этого у человека уже к 35-40 годам формируется стойкая тенденция к повышению величины артериального давления. В этом случае безусловно нужно уже бороться с этой тенденцией, но программа долголетия позволяет заранее это все предупредить и посмотреть. Что касается препаратов ТРАД, то риски, связанные с накоплением, с неправильным обменом соли в нашем организме, этими рисками можно управлять некоторыми препаратами. Один из таких базовых и мощных препаратов является уригард. Уригард не просто чистит почки, предотвращая отложение солей, камней различной природы. Уригард в том числе обладает очень бережным и мягким диуретическим эффектом, который как раз выводит этот избыток воды из организма, в случае, если есть, и выводит избыток соли из организма, если она возникает. Поэтому, когда вы получите результаты по вашему человеку, который вы курируете по программе долголетия, и вы будете видеть, что в заключениях стоит индивидуальная особенность в том, что организм склонен к задержке соли, то первое, о чем вы должны подумать, это, конечно, о том, что в базовой программе оздоровление, да, не лечение, а именно оздоровление, которое вы формируете, должен стоять уригарта. Почему Blitz Mint и Vital Sleep? Потому что мы говорим о склонности к развитию артериального давления, повышению артериального давления, поэтому здесь мы используем эти препараты, потому что, конечно, артериальная гипертония это очень сложное заболевание, и оно развивается многокомплексно и в том числе задействует и особенности функционирования нервной системы, поэтому седация параллельно с мягким диуретиком здесь будет просто важным фактором оздоровительной программы, ну, а остальные препараты, они уже используются как симптоматические ливоблис и кардиоблис, когда уже есть явные тенденции, то в этом случае можно назначать эти препараты, кардиоблис понятно, потому что это прекрасный кардиопротектор, протектор всей сердечно-судистой системы, ну, а ливоблис здесь может вызвать некоторое недоразумение, казалось бы, при чем тут давление и ливоблис, но дело в том, что поскольку речь идет о юрведе, речь идет о традиционной системе выздоровления, то согласно патогенезу развития артериальной гипертонии очень часто в основе механизмов развития лежит так называемый избыточный жар, который начинается с печени, дальше может распространяться и на другие органы, так вот как раз, чтобы убрать этот застойный жар, который препятствует, может способствовать развитию всех вышеперечисленных состояний, ливоблис здесь будет патогенетический обоснован. урегард. Много хвалебных слов можно говорить об урегарде с точки зрения его воздействия на почки, но в данном случае в рамках программы долголетия мы указываем его основную роль, это выведение избытка кристаллоидов косматически активных из раз от хату, где они могут накапливаться и удерживать воду, приводя как раз к нарушению, к стойкому нарушению водно-солевого обмена. Замечательные эндемики индийские входят в состав этого препарата, каждый из которых обладает целым спектром различных воздействий, которые нужны в случае назначения этого препарата. Мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться, просто задумываем, что если в рамках программы долголетия у человека, которого обследовать, и возникает потенциальная риск этой проблемы, то первое, о чем мы вспоминаем, это урегард. Теперь еще один вопрос, который мы задаем человеку, желающему пройти анализ по программе долголетия традогенетик. Как ваш организм усваивает хвалаты? И есть ли риск в вашем организме возникновения состояния, сейчас назову такое сложное слово, многим непонятное, состояние, которое называется гомоцистеиномия, или накопление вещества, которое называется гомоцистеин в тканях. Что это такое, и почему мы включили это в программу? Дело в том, что ген, который мы анализируем, это HFR, метилентокрофолат, редуктаза, это ген, который как раз контролирует этот фермент, и этот фермент, он способствует тому, что превращает, участвует в палатном цикле, который конечным итогом которого является образование аминокислоты метионина. Метионин это один из самых главных протекторов наших генов генетического аппарата в целом, как естественный механизм, защищающий геном от различных факторов, которые могут оказать повреждающие воздействия. Таким образом, в организме существует очень мощный протекторный механизм защиты генома от мутации, от повреждений. Но в некоторых случаях этот фалатный цикл начинает страдать, в том числе, если фермент метилен тетрагидрофалат редуктаза начинает работать недостаточно. И вот при некоторых полиморфизмах, то есть изменении в строении этого гена, возникает генетическая предрасположенность к недостаточности работы этого фермента. В результате из промежуточных метаболитов этого фалатного цикла образуется молекула, которая в норме должна жить очень короткое время. Эта молекула называется гомоцистеин. Жить короткое время она должна, потому что она обладает мощным токсическим эффектом. Очень токсичная молекула. Но в случае нарушения фалатного цикла организм начинает накапливать гомоцистеин, который резко увеличивает риск развития большого количества заболеваний, которые приводят конечно же к повышенному старению и износу физического тела человека. В первую очередь, впервые, когда стали анализировать избыточную гомоцистеинемию, обратили внимание, что у людей с сердечно-судистой патологией очень часто встречается этот феномен. у людей с нарушением в работе системы гемостаза, то есть тромбообразования, и при различных других состояниях возникают риски вот этого метаболического искажения. Не скажу очень часто встречающиеся состояния, но если вы видите, что риск такой есть, то человеку обязательно нужно будет выстроить долгосрочную программу, а долгосрочной длиною в целую жизнь программу оздоровления, включающая образ жизни, диету, прием профилактических растительных фитопрепаратов, которые формируют так называемую кардиопротекцию, потому что один из основных ударов, который при этом организм воспринимает, это удар по сердечно-сосудистой системе, поэтому в данном случае вы видите, что препаратами выбора в оздоровительной формировании оздоровительной программы из всей линейки трада являются как раз препараты, которые акцент делают на воздействии и оздоровлении сердечно-сосудистой системы, это кардио-блиц, это прекрасный препарат дживана-блиц, который владает мощным эффектом, его пока еще до конца свойства специалисты не раскрыли, потому что не так много времени было опыта его назначения и применения, но поверьте, этот препарат в ближайшее время может взять топовые продажи, потому что он может использоваться практически во всех программах, связанных и с контролем веса, и с контролем глюкозы крови, и с вопросами, связанными с избытком холестерина, и в любой программе, связанной с профилактикой риска развития сердечно-содистых заболеваний, поэтому обращаю ваше внимание на этот уникальный препарат, ну и конечно же некоторая нейропротекция с помощью препаратов Блесминда и Слепа. В программу долголетия от Радогенетик мы также включили анализ рисков, которые могут возникать в результате определенных социальных, культурных феноменов, которые свойственны нашему этносу, потому что есть люди, которые конечно не употребляют алкоголь вообще в принципе, есть люди, которые всего различных традиций употребляют, а есть люди, которые употребляют очень много и все они являются вашими друзьями, знакомыми, которым вы безусловно захотите помочь и можете задать очень простой вопрос, насколько вреден алкоголь твоему организму употребление алкоголь избыточно приводят к тому, что твой организм начинает стареть. Давай в рамках нашей программы Традо-генетик долголетия мы посмотрим вот эти факторы риска. Вот перед вами линейка стран, в котором показано, как много употребляет на душу население алкоголи. Вот Россия здесь занимает почетное четвертое место по количеству употребляемого алкоголя. Это, конечно, очень много. И это является определенной проблемой, с которой на государственном уровне борются. Ну, вот компания Традо, она может сделать свой вклад в эту серьезную социальную проблему. Вы можете анализировать риски и проводить определенную филактическую работу с людьми, склонен к этой аддиктивной форму поведения. Проблема в том, что не сам вы знаете алкоголь, как спирт, нам опасен, сколько продукты деградации алкоголя, которые происходят в печени. Там существует сложная, условно можно разбить двухэтапная система детоксикации, которая заканчивается тем, что образуется ацетальдегид, который является очень токсичной молекулой, которая невероятно токсичная. И вот эту токсичную молекулу, фермент, который находится в гепатоцитах, альдегид дегидрогеназа, быстро превращает в более-менее безопасный ацетат, который далее выводится, в первую очередь, с мочой. Так вот, мы смотрим ген, который называется алкоголь дегидрогеназа. Это ген, который как раз контролирует образование, течение этой реакции биохимической. И здесь результатом образования этого ацетальдегида и его накопления является тот факт, что у человека резко повышаются риски развития различных заболеваний, в первую очередь печеночных заболеваний. жировая дистрофия и различные гепатозы конечным финалом этого всего может быть в том числе сыроз печени. Это и подверженность к различным гепатитам и так далее. Поэтому если такой риск есть и вы выявляете этот риск у человека, вы говорите, ну вы знаете, это ваша природа и зная свою природу нужно, наверное, вести разумный образ жизни в соответствии своей природы, так как нам говорит Аюрведа. Поэтому если такой риск есть, ну давай попробуем этим риском управлять. И вот в отношении компании Атрада также предлагает ряд замечательных препаратов. Одним из них является Ливоблис. Ну вот если задать вопрос специалисту Клуба Атрада, что бы он порекомендовал человеку, который выпивает периодически алкоголь, то конечно же я уверен, что стопроцентно все сказали бы Ливоблис. Но одним Ливоблисом здесь не обойтись. Обратите внимание, что алкоголь он действует системно по очень многим направлениям. Печень является самым главным мешенным органом. Но токсическое действие алкоголя распространяется и на другие ткани, и на нервную ткань, поэтому здесь мы говорим обязательно мимохенц, и на систему пищеварения, поэтому ЭУБлис, и ОДЖАС, который влияет на состояние иммунной системы, вызывая хроническую депрессию в результате воздействия алкоголя он поддерживает эндокринную иммунную систему, ну и конечно же это кардиопротекция, потому что алкогольная кардиомиопатия это самый частый диагноз на патологоанатомическом скрытии, который ставит людям длительно употребляющим алкоголь. ЭУБлис содержит прекрасный перечень лекарственных растений, которые омалживают печи, позволяют выделять токсины из печени, мемохенс, то же самое фактически делается с нервной тканью, поэтому все эти препараты здесь нужно использовать. И в заключение своего разговора с человеком, с которым вы говорите о программе Долголетие, с тем, чтобы сформировать долгосрочную рекомендацию по оздоровлению с приема юридических препаратов, вы задаете вопрос, давай посмотрим вот в каком состоянии у тебя ген долгожительства. И мы в данном случае под геном долгожительства понимаем свои моменты, это насколько человек устойчив к стрессу, потому что мы понимаем, что эта устойчивость, она как раз и определяет то, насколько мы эффективно противодействуя стрессу, можем справиться с его негативным действием. Стресс индуцированных состояний ВОЗ выделяет более 40, если вы возьмете наиболее часто встречаемые заболевания, вновь возвращаемся к гипертонии, вновь возвращаемся к стресс индуцированным эндокринным расстройствам, которые могут запускать и проблемы с нарушением сахара, крови, и с жировым обменом. Вот мы смотрим в рамках программы долголетия ген, который кодирует образование фермента катехол метил трансферазы. Это фермент, участвующий в образовании так называемых нейромедиаторов группы катехоламинов. Это адреналин, норадреналин, дофамин. Вы понимаете, что в быту, в народе эти нейромедиаторы с гормональной активностью называют еще и гормонами стресса, в частности адреналин. От того, насколько при стрессе много выделяется этих медиаторов, может возникать та или иная реакция на стресс. Поэтому определенные изменения в структуре этого гена влекут за собой склонность к эмоциональной нестабильности, склонность к развитию различных тревожных состояний, в крайних случаях и панических атак, которые могут возникать, склонность к различным формам аддиктивного поведения, не только алкоголизма, но и в том числе состоянием, связанным с химической аддикцией, с игровой аддикцией, когда человек как бы вот это стрессовое напряжение пытается вытеснить вот как бы уход от реальности, ну и другие более сложные заболевания, которые могут развиваться. Поэтому простой вопрос, да мы посмотрим, насколько ты устойчив к стрессу, потому что если эта устойчивость снижена в результате твоей индивидуальной особенности, это и неплохо, и нехорошо, это не значит, что твой организм изнеженный, нежный, он не воспринимает стресс, нет, это твоя природа, которая здесь что-то забрала, но дала в чем-то другом, и очень часто люди с эмоционально нестабильным состоянием являются очень креативными, талантливыми и так далее, но они платят за это, конечно, тем, что их организм избыточно изнашивается. Вот, чтобы помогать им профилактировать стресс-индуцированные состояния, вы порекомендуете им оздоровительную программу, направленную на прием определенных иерогических препаратов, в первую очередь нейротропного действия. Блестящий препарат Блисминт, в большей степени его рекомендуете тем, у кого есть питоконституция, да, Вайтлслип, он больше подойдет людям с Ватокапхо-конституцией, потому что если Блисминт обладает в совокупности холодной потенцией, да, холодной энергетикой, то Ваттлслип он согревает, ну и Мимохенс, как раз Аяна для мозга, которые просто можно назначать одновременно и с Блисминтом и с Вайтлслипом. Ну и последний ген, который мы смотрим в рамках программы Долголетия, это ген, который позволяет нам проанализировать, насколько эффективно наш организм самоочищается от токсинов, которые с одной стороны постоянно могут поступать с пищей, грязной воздухом, водой в наш организм, а с другой стороны наш организм постоянно в результате метаболических циклов генерирует различные промежуточные продукты метаболизма, которые могут обладать токсической активностью. Это все надо выводить из нашего организма, да, в Ирведе это понятие могут ассоциироваться с понятиями АМЫ в той или иной степени, которая накапливаясь, конечно, запускает развитие болезни. Поэтому очень важно задать вопросом, насколько ваш организм эффективно выводит АМУ, если мы говорим с точки зрения Ирведы. И программа Долголетия позволяет это проанализировать на основании эффективности работы печени. Как вы понимаете, печень это жизненно просто бесценный орган нашего организма. И среди прочих функций одна из ключевых задач, которые организм ставит перепеченье, это обезвреживание различных ксенобиотиков, веществ, поступающих из нее, различных эндобиотиков, которые поступают, различных продуктов жизнедеятельности, большого количества микрофлоры, которые живет в нашем организме. И вот на них, на всех одна единственная наша печень. Обезвреживание идет достаточно должным механизмом, в результате которого токсичное вещество за счет конъюгирования с некоторыми химическими группировками становится менее токсичным. Подробно весь этот процесс разбирать. Но в определенных циклах этого обезвреживания участвует ряд ферментов, один из которых глюкоронилтрансфераза, который как раз и занимается тем, что катализирует реакцию глюкоронизации, то есть в результате которого токсичная молекула превращается в нетоксичную молекулу и контролирует эту реакцию на уровне образования этого фермента, ген УДЖТ-1А1, который у нас включен в эту программу. Таким образом, вы говорите о том, что мы можем посмотреть, насколько ваша печень эффективно способна обезвреживать токсины, выводить токсины из организма. Потому что если эта функция снижена, то у человека возникают риски накопления токсинов в организме, которые влекут за собой то, что токсины начинают повреждать собственные клетки организма и запускать большое количество различных реакций. Причем у таких людей, у которых функция этого гена изменена, токсические реакции могут возникать даже на незначительный прием различных ксенобиотиков, к которым в том числе и относятся лекарственные препараты. То есть, к примеру, маленьким ребятишкам дают препараты жаропонижающие, которые основаны на основе парацетамола и буфрофена. И вот как раз за разрушение этого химического вещества ответственный фермент. Если его мало, то это вещество может оказывать токсическое воздействие даже при незначительных концентрациях. Поэтому здесь безусловно при наличии такого полиморфизма нужно очень внимательно относиться к тому, что даже простые иногда лекарства, которые в быту могут люди принимать от головной боли какой-нибудь цитрамон, могут обладать токсическим эффектом. Очень часто у таких людей есть сопутствующие анемические синдромы, которые так или иначе задействуют тоже функцию печени. А помочь системам детоксикации, конечно, мы можем с помощью препаратов ТРАДА. И вновь обратите внимание, мы не останавливаемся, только на левоблесе. То есть, да, печень здесь является объектом внимания, но когда мы говорим о системе детоксикации, то программу детоксикации мы должны строить значительно шире. И когда вы будете получать заключение, то вы получите такую, так называемую диаграмму ГАНТа, я чуть ниже ее покажу, где вам будет рекомендована эта оздоровительная программа. Но обратите внимание, вам, как специалисту, кто направляет человека на анализ по программе долголетия, потому что мы даем вам рекомендацию, а вы на основе ядра этой рекомендации дальше сможете сформировать некоторую модификацию по оздоровлению. Если вы доктор, то и по лечению, если вы не имеете медицинского образования, то, конечно же, вы можете заниматься только оздоровительной практикой. Здесь, я думаю, ни у кого вопросов в этом отношении не возникает. Поэтому мы используем и другие препараты, такие как Уригард, который позволяет выводить все из почек, такие как Мемохенс, который обладает мощным очищающим действием на нервную систему. И здесь, когда мы говорим о системе детоксикации, безусловно, нужно выводить накопленные токсины из различных тканей, в том числе из нервной системы. А вот перед вами пример заключения красочного, красивого, цветного, которого вы будете получать, будут получать ваши коллеги, которые проходят программу долголетия, где будет краткое описание некоторых особенностей, связанных, но в данном случае пример по обмену кальция. Дальше будет проанализировано состояние маркера, которое мы используем, дано персонифицированное заключение и определенные персональные рекомендации. Но главным для вас является не только рекомендации по гиетологическим особенностям, которые в заключении будут даны по некоторым моментам образа жизни, главным для вас будет являться вот эта диаграмма. Вот эта диаграмма получила в науке название диаграмма Ганта, потому что она по времени показывает особенности оздоровительной программы по приему тех или иных комплексных растительных фитопрепаратов компании ТРАДА. Вот здесь эта диаграмма построена случайным образом. Мы просто хотели показать примерно в каком варианте вы будете получать это заключение в виде рекомендаций от экспертов. Более того, что вы можете сделать? Вы можете взять ручку и если вы хотите например к этим рекомендациям добавить Google Lux на стыке между 2 и 3 месяц, обратите внимание, что мы на квартал даем рекомендацию, но в среднем эта поквартальная рекомендация должна быть длиной минимум в год, чтобы достичь явного оздоровительного эффекта. Поэтому этот квартал потом повторяется в течение года еще несколько раз. И есть некоторые комментарии и рекомендации, которые мы оставили здесь, и вы можете их использовать. Кроме того, в заключение также будет входить и мини-атлас, в котором будет показано, как при различных состояниях, которые мы тестируем, какие препараты также можно использовать. Это в виде такого справочного пособия. К сожалению, не успел я это вставить вам в слайд. Надеюсь, что Роман в свою презентацию уже это добавит и покажет, как это выглядит пока в таком прототипированном варианте. Ну, а в заключение мне бы хотелось сказать, что программа Trado Genetic это, с одной стороны, прекрасный инструмент для анализов риска и формирования действительно программы долголетия оздоровительной с помощью продукции Trado. С другой стороны, это и замечательный маркетинговый инструмент, который, во-первых, за счет того, что вы работаете с современными, супер-утра-современными методиками генетического анализа, формируется большая лояльность покупателя за счет того, что он получает объективную информацию о том, как работают его различные метаболические системы и органы. Более того, программа, ведь ген, его не надо обследовать 10 раз. Если вы выявили полиморфизм, то есть определенные нарушения в работе гена, оно все, оно длиною в жизнь. И в этом случае рекомендации, которые вы формируете фактически с точки зрения образа жизни, диеты, профилактического приема каких-то растительных препаратов со здравительной целью, они тоже должны носить длительный и продолжительный характер. Поэтому программа TradoGenetica это некая основа формирования длительных отношений с людьми, о которых вы хотите заботиться. Дальше. Для человека, конечно же, эта программа в большей степени его мотивирует на необходимость ежемесячной закупки, потому что вам не нужно тогда вот объяснять, почему это необходимо, потому что он сам мотивируется по результатам исследования. Более того, когда разговариваете вы с ним, вы задаете простой вопрос, он скажет, да вот я там препараты другой компании принимаю. Да, хорошо, пожалуйста, но они подобраны так уже с учетом таких современных инструментов, таким образом вы пытаетесь объяснить человеку, что у него есть право выбора, в том числе основанное на том, что в компании Trado есть большое конкурентное преимущество за счет объективности оценки состояния. Если говорить уже о лидерах, то важным акцентом, которое вы можете делать, формируя лояльность своей структуры и в целом формируя свою структуру, является то, что программа Trado Genetic настолько интересна профессиональному экспертному сообществу, что они во многом даже только из-за желания работать с этим инструментом могут заходить в вашу структуру и раскрывать для себя мир Аюрведы, мир замечательных препаратов компании Trado. И, конечно же, акцентируем внимание на том, что этот новый маркетинговый подход на сегодняшний момент мощно позволяет масштабировать свою структуру, если, конечно, вы уже занимаетесь именно эти задачи, потому что в конечном итоге все эти факторы формируют рост продаж, которые мы можем отметить по употреблению препаратов Trado на основании их использования на своих пациентах, с которыми работают наши эксперты здесь в Новосибирске. в заключении хочу сказать о том, что подытожим один очень важный момент, что компания Trado использует еще один инструмент, это инструмент Trado пульс, и вот сейчас мы разрабатываем и интегрируем в этот инструмент в том числе профессиональный модуль, который будет называться Trado генетика, и особенностью работы этого модуля после проведения функционального тестирования будет как раз определенный анализ вероятных полиморфизмов, которые у человека с учетом оценки функционального состояния могут быть, то есть это не прямой генетический анализ, а лишь анализ вероятности наличия этих полиморфизм по косвенным признакам, но это прекрасный инструмент для того, чтобы для тех, кто хочет глубоко уже заниматься этим направлением, была возможность сформировать в том числе и свои экспертные программы анализа долголетия, если у вас есть такое желание, профессиональный опыт и компетенции. Подытоживая и первую и вторую лекцию, давайте еще раз скажем, что такое программа долголетия. Это программа, которая позволяет у человека, с которым вы работаете, оценить простые, понятные для этого человека вещи. Первое, состояние пищеварения по некоторым процессам, важным процессам и усвоение определенных питательных веществ. Вы можете проанализировать механизмы старения, которые могут быть связаны с нарушением различных видов обмена, вновь понятных человеку, не в виде каких-то диагнозов, которые пугают, а в виде обменных нарушений, которые могут лежать в основе развития этих диагнозов. Вы говорите о том, что мы анализируем, как эффективно работает организм, в том числе по удалению токсинов. Ну и, конечно же, очень важным аргументом в пользу выбора программы традогенетики является анализ рисков различных стрессовых расстройств, которые есть. Это все в совокупности, конечно, оценивает, насколько процесс старения набирает обороты и скорость у человека и как его можно предотвратить с помощью замечательных препаратов компании Традо. Если есть вопросы, давайте я посмотрю в чате, на них отвечу и передам слово моему коллеге по техническим маркетинговым вопросам. Александр задает, уточните, контакт, где рекомендуется генетическое тестирование. Вот как раз сейчас об этом будет говорить генеральный директор Роман Светенко. Он вам расскажет, как это будет происходить в виде такой схемки инфографии, где подробно расскажет, где к кому обратиться, что нужно сделать, как нужно сделать и как часто рекомендуется проводить при нахождении в программе долголетия. Ну, если вы проанализировали один раз у человека программу долголетия, повторно делать эти же гены нет никакого необходимости, потому что гены неизменны в течение всей жизни. Но процессы, которые лежат за нарушениями в работе этих генов, вот они изменяются. Эти процессы можно анализировать в том числе с помощью прекрасного прибора TradoPulse, который есть в наличии, посмотрите на него в описании. И вот анализ функционального состояния, например, напряжения, стрессового напряжения или напряжения в системах регуляции, очень легко отследить с помощью этого прибора. Его можно делать каждую неделю или каждый месяц для того, чтобы отслеживать эффективность той профилактической схемы, которую вы порекомендовали. Что касается биохимических анализов, вот Александр уточняет, то все зависит от того, насколько агрессивную или интенсивную программу оздоровления вы назначаете и с какой целью. если речь идет, допустим, о сахаре крови, то человек, у которого есть риски, он привык его измерять каждый день и после уже недели приема оздоровительной программы он неизбежно увидит результат, поэтому все зависит от специфики, что вы хотите проанализировать. Делать каждый день биохимический анализ крови нет никакой необходимости, но сделать его раз в квартал или в полгода для того, чтобы оценить эффективность и показать насколько действительно эта программа работает, человеку можно порекомендовать. Дмитрий задает в общем чате вопрос по алкоголю. Дмитрий, вот как раз 21 числа у нас будет замечательная лекция нашего эксперта Сергея Накифовича Зинатулина, врача-реабилитолога, который будет как раз вам читать лекцию по алкогольной болезни. И вот он ответит на все эти ваши вопросы, потому что это вопрос неоднозначный, сложный и конечно он требует отдельного обсуждения. Но если говорить о соматических рикошетах действия метаболитов алкоголя на организм человека, мы в небольшой степени их разобрали в этой лекции. И некоторую профилактическую программу я вам сказал. Друзья, благодарю вас за внимание и до встречи в эфире. Всего доброго. в эфире.